День рождения В программе я ознакомила зрителей с замечательной, талантливой певицей Татьяной Славянской. Мы беседовали о творческом пути, о музыке, а также узнали о том, что она не только артистка, но и человек, помогающий огромному числу людей. Все потому, что благотворительность является одной из основных деятельностей в ее жизни. Татьяна много гастролирует с концертами, но особенно любит приезжать в наш город. «Как же я оставлю без внимания моих дорогих тверичан», – сказала при разговоре артистка. Поэтому в нашем сюжете зрители ждет теплое поздравление в честь дня рождения любимого города. Мои дорогие тверичи, моя любимая тверская земля, я, Таня Славянская, от всего сердца поздравляю вас с Днем Города. Матушка Тверь, будьте всегда красива, величественна, достойна. Будьте добры друг другу, мои дорогие люди. Берегите себя, тверичи, от всего сердца. Таня Славянская, для вас. Воздух Твери мы вдыхаем упруго, и на зеленой траве будем петь. Город святой, родина круга, даст нам возможность свободно взлететь. Как же все-таки приятно получать поздравления от таких замечательных людей. А мы, в свою очередь, с нетерпением ждем Татьяну Славянскую в гости с новыми концертами. Знаю точно, любителей творчества певицы у нас в Твери большое количество. Традиционно о творческой жизни киноконцертного зала «Панорама» расскажет арт-директор Светлана Шепет. Добрый день, дорогие друзья. Мы часто задаемся вопросом про историю того или иного музыкального инструмента. И сегодня мне хотелось бы поговорить с вами о волынке. Говоря про волынку, вспоминается, конечно, Шотландия. С ее изысканными пейзажами, старинными замками, мужчинами в клетчатых юбках, которые держат в руках причудливые мешочки с торчащими трубочками. Многие считают волынку исконно шотландским инструментом. Однако это не совсем так. Где и когда она появилась на сегодняшний день, так и остается загадкой. Известно лишь то, что волынка является традиционным инструментом многих народов Европы и Азии. Но особой популярностью пользуется шотландская, которая является символом своей страны. Фридрих Ницше говорил, как мало нужно для счастья звуки волынки. Но и без музыки жизнь была бы ошибкой. И нам с вами предстоит в этом убедиться. На концерте оркестра волынчиков Москвы. Оркестр раскрывает все грани столь необычного для России инструмента – большой шотландской волынки. Вы услышите волыночную маршевую танцевальную классику. В ее оригинальном звучании и рок-обработке диско, русские мелодии. И, конечно, авторскую обработку знаменитых во всем мире рок-композиций. Оркестр первым делает это в России. Такого зачастую не умеют даже сами шотландцы. Это не просто музыка, это настоящее шоу. Брутальные мужчины не стоят на месте и даже не просто маршируют по сцене, как мы привыкли это видеть в кино. Они зажгут так, что будет всем крайне сложно усидеть на одном месте. Если вы хотите настоящего праздника, буря эмоций и восторга, освободите один из осенних субботних вечеров. Ведь артисты готовы удивлять и удивлять. В нашем зале состоится большой, драйвовый и уникальный концерт Оркестра Волынчиков Москвы. Это первый профессиональный оркестр шотландских волынок и барабанов в России, основанный в 2004 году художественным руководителем Артемием Воробьевым. За годы своего существования коллектив стал лауреатом большого количества престижнейших фестивалей. Концерты оркестра проходят при полном аншлаге. Приходите и убедитесь в этом сами. К тому же многие считают, что голос волынки обладает магической силой. И в этом обязательно нужно убедиться на концерте Оркестра Волынчиков Москвы. Оркестра Волынчиков Москвы. Следите за нашими анонсами, заходите на наш сайт panoramadefistver.ru, звоните по телефону 300-033, будьте здоровы и счастливы. Оставайтесь с нами, до новых встреч! С вами была программа Культфьюжн, оставайтесь с нами и до новых встреч!